всем привет мои дорогие зрители и подписчики и с вами как всегда сутка ешка и вы не поверите но у маразма выходит новейший видеоролик что очень даже удивительно потому что недавно был новый видос и снова выходит новое видео маустрой бреет стримеров на леса если честно я ожидал этот видеоролик я знал то что он обязательно должен сделать по этой теме видос и знал то что он не пропустит данную тему в принципе давайте посмотрим всем ребят желаю приятного просмотра в этом видео хочу поговорить о мил строя который в последнее время снова активизировался и начал донатить стримерам какие-то колоссальные суммы там сумма реально колоссальные за то чтобы они исполняли различного рода дичь точнее как так вы дичью это не назовешь скорее делали то что они делать не хотят мы каждый из вас помнит такого стримера как мелстрой это конечно кто его забывал чувак который дико хайповал в двадцатом году когда он звал к себе на стримы огромное количество девочек чаще всего пониженной социальной ответственности звал кучу своих друзей различных трэш-блогеров ты эдвард билл гриша полная тв руки-базуки и как вы джелин кирилл терешин гриша полная тв эдварда билла и много еще кого другого и жлинка звал тоже вроде завозил просто уйму трешового контента звал джелинка тоже задавал неудобные вопросы девушкам придумывал различные челленджи всякие там челленджи были дай боже там постановочные бои предлагал участникам вечеринки огромные суммы за какие-то действия и разумеется такой вот формат лакшери вечеринок с элементом трэша заходил аудитории абсолютно всех возрастов его смотрели как взрослые ребята так и школьники но однажды случился поворотный момент в карьере поворотный момент я знаю какой время устроя а именно на одном из своих стримов он позвал на тусовку очередную эскортницу которая как ему показалось очень по-хамски себя вела и слишком много умничала а как говорится если баба много умничает ее и приложить не западало что собственно говоря и сделал милстрой но правда немножко брошину три года назад я конечно я осуждали этот поступок как бы там не было этого делать не надо было вот по себе все считайте испортил вот то есть ну у него есть аудитория там донаты деньги и так далее но все равно все равно он уже не делает то что дело раньше вот а почему не делает да потому что его забанили на ютубе его забанили на твиче и т.д. и т.п. я вам уже высказывал свое мнение по этой ситуации но на всякий случай еще раз повторюсь мне ничуть не жалко не эту девушку ни других девушек которые приходили на стримы к милстрою потому что ты прекрасно знала что ты идешь на заведомо маргинальную тусовку а порядочные девушки как вы знаете по таким тусовочкам ну кстати да не особо ходят и идя на маргинальную тусовку ты прекрасно знала что с тобой там такое могло произойти я ни в коем случае не занимаюсь виктимблеймингом как это модно у нас сейчас говорить как говорил один человек туда девушки и шли чтобы набухаться пропиариться и сорвать денег вот это такая же аналогия как если я сейчас попросить какие-нибудь бразильские фавелы и понятное дело что меня там могут убить и ограбить может быть даже и я не знаю какие там у кого предпочтения конечно как бы перед судом божьим виноват будет преступник но с другой стороны на кой вообще туда поперся после чего милстрой дабы избежать уголовки предлагал этой девушке какую-то колоссальную сумму денег а в итоге он за да она там и сама сумма немаленькие заебала платил штраф всего 5000 рублей по какой-то легкой административки но поворотным этот момент в его карьере был не только из-за этого а из-за того что вследствие данной ситуации милстрой полностью отменили в интернете и нет это не произошло чудо институт репутации в россии сработал а в смысле что его забанили абсолютно на всех маломальски известных платформ да и на твиче в том числе на ютубе на твиче группу вконтакте а группу кстати тоже снесли каждый раз когда он появлялся заново на ютубе его трансляция сносилась через несколько часов потому что как вы знаете если тебя банят на ютубе то тебя банят по личности и способ просто создать дополнительный канал уже несколько лет как не работает то есть милстрой стал персоной нон гранта на всех более менее известных площадках но так или иначе стримить он продолжал фан-база какая-никакая у него осталось он стримил на такой площадке как травы стримил сейчас вот стримит на кике если что это новый аналог твича который по дизайну вообще никак не отличает да я заходил кстати на кик точь-в-точь как твич как будто control c control в но фирменный фиолетовый цвет заменили на зеленый да эти стримит он довольно успешно то есть средний онлайн у него 20 тысяч и на чем онлайн у него хороший уже собственными устройств всегда зарабатывал ну да типа популярность стример большую ну а просто он уже тусовки такие не делает сейчас он просто значит ведет стримы да там есть пару человек у него значит с ним и они вот ходят донатят стримером многие кстати там в чате начинают спамить зайди ко мне зайди ко мне а я побреюсь за такую сумму но там реально там такой бред бывает некоторые люди пишут что это вообще то есть они готовы за копейку я не знаю что хочешь сделать но не настолько большой чтобы быть чуть ли не долларовым миллионером а заработал он львиную долю своего состояния на стриме казиков если что ребят напоминаю казино это плохо и не согласен казино зло в коем случае ни в каких казино не играйте а работают казики одним из следующих способов некоторым стримером они платят фиксу то есть определенную сумму за то чтобы те поиграли в казино некоторым они платят депозит то есть это также определенная сумма но на которую ты должен будешь сыграть и если ты что-то с этого выиграешь то эту сумму оставишь себе если проиграешь то ну собственно говоря проиграешь иногда давали как например бустерой фиксу и депозит то есть условно говоря ему там давали 3 ляма два из них он должен был открутить а лям оставить себе я конечно не хочу строить теории заговора относительно Милстроя, но, как мне кажется, на пике его популярности ему просто казики заносили там какие-то колоссальные бабки, чтобы создать имидж вот такого простого пацана, который чисто поднялся на казиках. Сейчас же Милстрой не живет в России, постоянно путешествует, ездит там по Дубаем, по Сейшельским островам, и с его слов на одном стриме по казикам он зарабатывает от 10 тысяч долларов. А недавно он за 44 ляма в Дубае, в этом случае рублей, купил себе какие-то бриллиантовые часы. Но в кров... Ничего себе бриллиантовые часы. ...что заняло уже половину ролика про Милстроя я рассказал. Теперь перейдем непосредственно к теме... Ну, это маразм рассказывал для тех, кто его не знает, вот, вообще, можно сказать. ...видео. Как вы знаете, Милстрой довольно часто донатит различным стримерам. Вон из того, что я помню, Хованскому помог купить квартиру в Сербии, и недавно Милстрой снова решил громко о себе заявить. Появилась такая одна идея, которую можно было бы в принципе в течение полугода реализовать. Постричь, короче, всех стримеров на... Но для этого нужно будет... Не, ну, у всех стримеров это, конечно, жесть. ...миллионов сто. Ну, я бы лично вот просто запомнил... Мне вот интересно, маразм будет упоминать тот момент, как Милстрой задонатил папичу, чтобы тот в доту вернулся. Чтобы тот сыграл, вот, и пивка выпил. ...надолго, я думаю. Началось все с того, как он задонатил Хесусу пять миллионов рублей на то, чтобы тот на стриме побрился на... Ну, с Хесуса, можно сказать, все и началось. ...то есть сбрил свою башню. ...тысяча восемьсот сорок рублей. ...чего бы... ...чего на... ...и Хесус действительно это сделал, прямо на стриме. Ребят, давайте будем честны, вот кто бы из вас за пять лямов этого не сделал? ...да понятное дело. И знаете что, Лысый Хесус, это, конечно, зрелище сюрреалистичное. Вот есть люди, которым действительно идет короткая стрижка, и которые с короткой стрижкой начинают выглядеть как-то, ну, опаснее, серьезнее, что ли, я не знаю. Ну, да. Кстати, вот тот момент, что я упоминал, что у Морстроя спамили, да, сейчас все пойдут писать, например, в комментариях. Ну, не все. Может, кто-то и напишет, не знаю. Ну, типа, что... У меня просто задания тоже есть на стримах разные, да, и стрижка на лесу там тоже есть. Вот. Поэтому многие скажут, что, вот, и говори, что там люди, вот, пиарились, да, вот, и ты сказал, что они за копейку могут сделать, вот, что угодно. Так, дело в том, ребята, что просто они спамят, да, но они не понимают того, что Морстрою все равно, вот. Морстрою все равно. Он не будет, вот, заходить туда, куда он не хочет. Он зайдет сам, вот, я так понимаю это. И считаю. На таком подсознательном уровне. То Хесусу действительно лучше с башней. Так же, как я понял, Хесус немного стесняется своей лысины. То ли у него есть какие-то проплешины на голове, то ли что-то еще. Но последний стрим он провел в кепке. Однако Хесус был далеко не единственным стримером, которому задонатил Миллстрой. Например, Каш... Да ему просто непривычно, ё-моё. Представьте, всегда был с этой прической, да. Раскрутился на Твиче. Нарезки на Ютуб летят, как этот. Как у курильщика спички в мусорку, да. Ну, прям быстро, короче. Вот. И типа, ну... Аудитория огромная. Как это? Чтобы он был лысым, вот. Но он сам, в принципе, вроде это задание добавил в описание. Если я не ошибаюсь. Он задонатил уже полтора миллиона рублей за то, что... И как мне сказал один человек, на тот момент у Хесуса, у Пики было 40 тысяч онлайна, когда его стригли, вот. Когда ему пришел этот донат. Чтобы тот так... И Кашу вот тоже подстригли, кстати. Как же подстригся на лоса. А легендарному стримеру Папичу он задонатил подавно в общей сложности где-то 3 миллиона за то, чтобы тот снова поиграл в доту, в которую он зарекся больше никогда не играть. Что, запускаю доту? Опять за миллион дота? Ща я переименую стрим. Что это? О боже. И порога игра скачивается. Иди за пивом. 0.5 пива выпей во время игры в доту. Также Милл Строид донатила другим, менее популярным стримерам. И теперь давайте поразмышляем, для чего же он все это делает. Как вы все, наверное, в курсе, про Милл Строи потихонечку, ну, начали уже забывать. То есть, несмотря на довольно большой онлайн на стримах, за каждый из которых, по его словам, повторюсь, он зарабатывает от 10 тысяч долларов, все равно в данный момент времени его медийность и узнаваемость не настолько высокая, как была 2 года назад. И таким образом донатил... Не, ну по идее, да, я согласен. ...все какие-то колоссальные суммы стримерам, за то, чтобы они делали то, что им не хочется делать, Милл Строид таким образом решил, как говорится, напомнить о себе. Что, как бы, да, я до сих пор существую, до сих пор стримлю, и неплохо бы было на моих стримах, ну, иногда присутствовать. В общем, я не собираюсь строить какие-то теории заговора, но, как мне кажется, все это массовое бритье стримеров, это хорошо спланированная пиар-акция тех самых казиков, которые постоянно рекламируются у Милл Строя. Потому что подумайте сами, сейчас Милл Строи таким образом заявят о себе, донатя довольно щедрые суммы различным стримерам. Какая-то часть аудитории этих стримеров, и причем часть это немалая, захочет перейти на площадку, где стримит Милл Строи, и посидеть на его стримах. Так это еще реклама площадки будет. А что делает Милл Строи на этих самых стримах? Правильно, крутит казики, причем крутит довольно успешно. И так как Милл Строи в России не находится, то есть никакой уголовки и никаких проверок ему не светят, по правилам этой площадки казики стримить не запрещено, то есть никто его там по требованию РКН не заблокирует, как это произошло с бустерами Вилоновым и Макривским. И разумеется, люди с этих стримов будут переходить по реферальной ссылке Милл Строи на те самые казики, и понятное дело, проебят там свои кровные. Это, конечно, пока что только теория, но звучит довольно логично. Кстати, еще один забавный момент. После всех этих крупных донатов стримерам, активировались и другие никому в хер не впившиеся уеб... которые стали, знаете ли, подначивать Милл Строи, чтобы он и им что-то задонатил. То есть, допустим, трансгендер Хилл... Да, я же говорю, там в чате у него такой бред творился. Выкатил следующий пост. Если бы мне поступило такое предложение, то я бы даже из-за 15 миллионов не стрикся бы на лысо. Я свои падлы два года растил, моим волосам завидует почти каждая девушка. Так что, Милл Строи, мне не предлагай. Ну, может, за 30 лямов еще подумаю. А не дох**ля, долбай, по 30 лямов, извините. Также с недавнего стрима Милл Строя я нашел еще одну такую вот забавную вырезку. Вы еще помните такого Вожелинка? Если вкратце... Помним. Сум с 12-го фрик, который сейчас уже никому не нужен. Так вот, послушайте, что он... Не, почему? Вожелинка, ну, онлайн упал, но, типа, его до сих пор смотрят, у него есть аудитория, вот. Предлагал. Вожелинка... Онлайн неплохой. Не, я, конечно, не на 100% доверяю словам Милл Строя, но, зная, кто такой Вожелинки, вот, ну, вообще никак не удивлюсь, если он что-то подобное вкидывал. Но, увы, ах, всякие хилмы, всякие Вожелинки, вы, к сожалению или к счастью, нах** не нужны Милл Строю, и с вас никакой дополнительной аудитории. Вот видите, как Маразм говорит, значит, про, можно сказать, популярных стримеров, да? А что уже говорит за тех людей в чате, которые писали, да, которые, вот, хотели, чтобы Милл Строи к ним зашел? Ну, это очевидно, конечно, ведь. Истории дополнительной медийности не поимеешь. Да, ребят, вот такие вот пироги. Что ж, видос был ни о чём. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ни о чём. И обязательно жмякайте на колокольце, чтобы не пропустить мои следующие видео. Дорогие мои зрители и подписчики, что я вам хочу сказать насчёт данного видеоролика. На самом деле, видеоролик получился интересным, прикольным. В принципе, Слэш рассказал подобную историю, как Маразм, да? Но всё это догадки, вот, и, типа, здесь ничего думать не надо, понимаете? Потому что, ну, нам от этого, можно сказать, по большей части не холодно и не жарко, да? Вот. Если мы можем там зайти к нему на стрим, посмотреть, да, то и всё, в принципе. А кто там играет в казино, то смотрите, ребята, не заигрывайтесь, потому что казино это зло, можно выйти просто гонным оттуда, вот и всё. В прямом смысле этого слова. Можно даже последние носки проиграть, вот. От души вам всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, в комментариях пишите своё мнение насчёт моей реакции, мнение насчёт данной вот этой всей темы и мнение насчёт видеоролика от Маразма. Всем я желаю добра, всем удачи и всем пока-пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова